Снимаешь? Да, снимаю, снимаю Это вообще просто Егор Такой злой Ребят, сейчас на срочное включение Произошла какая-то суета сейчас на районе Естественно, Егор Декстер уже снимает видос новый Макс, просто на взводе? Просто, б***, убью Знаешь, что случилось, б***? Что случилось, Макс? Давай, рассказывай Что случилось, это вообще просто Я еще не видел А что ты качели мои бьешь? Злой, б*** Не видел, показать, что было Это вообще ужас Не пугу, просто этот контент, б***, надо выкладывать Макс, что произошло, объясню Я тебе сейчас видео покажу, посмотри, что произошло Просто какой-то Поменьше матерись, пожалуйста, а то я снимаю видос Хорошо, сейчас этот Олег Докопался до Марианы Обзывал ее А что он ее взвал, почему? Она типа, б***, якобы в коляску его врезалась Она просто в телефон засмотрелась И врезалась Он на нее наорал и обзывал ее Когда это произошло? Час назад где-то просто Я вот только видел Марианы Минут 20 где-то И что ты хочешь? Чего? Я не знаю Сейчас встречу с ним организовать И все, просто я не знаю Просто не знаю Встречу Он просто так С правой, ебка, дам, б*** Чтобы он отключился Это просто Егор Я не знаю Я просто его убью Убить просто Успокойся, Макс Давай с тобой сейчас решим Что вообще произошло Почему? То есть какая вообще История Как она заделала коляску И что вообще произошло? Она просто шла Смотрела в телефон Засмотрелась и врезалась Совершенно в коляску Этот му** Просто ее начал матом Грыть Я не знаю Просто обзывать ее Знаешь, почему? Он просто На нее начал орать Это не из-за того, что она в коляску Врезалась Это из-за того, что у меня Когда у нас с ним Был, когда у нас Не помнишь? Разборки были? Я помню, Макс Я ненавидел за это Вот из-за этого Он на нее наорал Он делает вид, что он Типа не знает, что это моя девушка Просто уже сколько роликов вышло с ней Все знают, что это моя девушка А он это делает вид, что он не знает Он специально начал ее оскорблять и унижать Я это просто не позволю этому Будем просто Такой шаг беременную Я не знаю, как еще Слушай, Макс Ну Давай ты покажешь видос Чтобы я понимал вообще Давай я тебе его сейчас А почему Марьяна это сняла? Вы уже все снимаете? Да Чтоб мне потом показать Как по-другому Марьяна специально снимает видосы Потому что знает, что в таких ситуациях Всегда нужно снимать Потому что, чтобы потом на районе Ему просто п*** было Показывай видосы Сейчас Так, ребят, давайте вы сейчас посмотрите И заодно я тоже посмотрю И сделаем какой-то вывод Я случайно Ты тебя впрешь? Ты вот видишь, я с ребенком иду Ты залипаешь в своем тиктоке Или где ты там сидишь? Так я не видела Я случайно это делаю Слушай, ты не видела? Ты идешь, прям врезалась в нее Если бы ты коляску перевернула Я бы ее не перевернула Ну ты вот глупая или чего? Я вот не могу понять Ну почему ты меня оскорбляешь? Потому что никак я тебя больше не могу назвать Потому что ты глупая Ты идешь Вот в своем вот так В телефоне вот так Вот смотришь, смотришь Ты вот врезалась А если бы коляска перевернулась Ребенок бы выпал Ты понимаешь, что он маленький Он мог все что угодно могло произойти Ну я не специальный Я бы не перевернула Я тебе вот вопрос задал Ты глупая Ты можешь мне ответить на этот вопрос? С чего бы я должна быть глупой Если я просто случайно задела твою коляску? Ты понимаешь, ты идешь по середине дороги Вот ты можешь посмотреть Ты идешь вообще лицо знакомы не этого девушка которую декста снимается не про это кончила ну во-первых его девушка и во-вторых он да вот они просто друг для друга созданы вот просто идиоты что тот дебил что это глупо я не глупость вот вообще мне оскорбляю снимаешь меня нет да давай скидываю своему нефру конченному он давай он скинет егору мы тогда разберемся кто вот прав и не прав тут просто идешь на весь интернет тебя опозорит я еле удержал и она просто перевернулась но что-то вообще матом при маленьком ребенке понял ты вот специально это сделала что ты специально ну типа провокации или чего вы чё типа вам больше снимать канал дэкстра или чего почему сразу провокация если я просто случайно задела коляску ты начал на меня орать маме потому что ты вот идешь это вот ну кончена провокация я буду разговаривать с твоим дебилом этим конченым если гором поговорим на счет этой темы ну поговори посмотрим кто прав кто не прав как минимум ты меня оскорбляешь да я просто делал случайно твою коляске мы поговорим просто в этом случае не оскорблять это ну не получается можно нормально поговорить а не поговорить нормально не получится вообще начала снимать из-за того что ты меня оскорбляешь я покажу это своему парню и своему отцу да показывай просто контент какой-то Снимайте к Егору на канал. Вам что делать, наняться больше нечем или чего? Вы шли в какую-то другую шнягу снимали, а не вот такую з***ку. Вы что вообще творите-то, а? В смысле, какой контент? Ты начал меня оскорблять. Чтобы подтвердить, что ты меня оскорблял, я начала снимать. Твою коляску я заделал случайно. Ты начал на меня орать. Ну давай, окей, снимай. Вот показывай своему пареньку, порыл ему. А я с Егором еще на счет этой темы поговорю. Ну хорошо, посмотрим, кто прав. Дура, б***ь, очень. Я специально начала это снимать, чтобы показать Максиму. И, возможно, это будет на канале Декстера, чтобы все узнали, что какой-то конченый придурок и бытло. Но за такое у нас на районе просто сносят лица из-за того, что просто без аргументов начали оскорблять. Вот, и он обязательно за это ответит. Да, разговор вышел действительно жесткий, и я понимаю гнев Олега. Его коляску чуть не перевернули. Но так унижать 14-летнюю девочку, на мой взгляд, Олег просто предвзято относится к Максу. У них долгая история конфликта, и я даже уже не помню, как она там зародилась. Рот закрой, б***ь, рот закрой, рот закрой, рот закрой, но они друг друга ненавидят. Ну, короче, вот такая ситуация. Мне контент, вам контент. Ну и пацаны в любом случае хотели решить вопрос один на один. Но прежде чем встретиться с Олегом, хочу напомнить вам об одной важной пословице. Помни, друг, как дважды два хасл с телефона, а Радмир с компа. Ребят, мощно посидели сами на сходке. Вот, смотри, смотри, смотри. Я те самых начало шовиков с Егором Шипом еще смотрю. С Егором Шипом. Здорово, ребят. Здорово. Спасибо, что смотрите. Смотри, это мои подписчики. Ты не видишь Конора Макгрегора? Лично один на один поговорил в голосовом чате с подписчиками. Смотрите, как было весело. Подписчики были в шоке. Дэксер, я тебя обожаю. Дэксер, я тебя обожаю. Здорово, дружище. Я тебя обожаю. Просто... Это эмоции просто за... Я играю на 16 сервере. Я решил тупо зайти на 14 сервера. Типа прикола. И вижу, в твоем... В твоем ТГ я вижу, ты... Ты выложил, что будет сходка. Я быстро залетел. Просто быстро залетел. Что это? Ты спахиваешь, что я тебя увидел. Блин. Первый раз я тебя увидел в Радмире. И ты понимаешь, и ты понимаешь, Артем, Артем, и ты понимаешь, что ты сейчас попал ко мне в видос вот прям отдельно. То есть я с тобой сейчас общаюсь отдельно, видишь? Также мы привели на сходку настоящую КС Гоу, только на Радмире на карте Мираж. Я думаю, пацаны шарят за эту карту. Блин, прикольно то, что реально из КС-ки карту воссоздали Миража. Вы прикольны? Да, да, Мираж. Ну а Кирюха, который не поверил, что я реальный Декстер. Летсплей, в смысле я не настоящий? Мне кажется не настоящий. Ну тебе кажется не настоящий, а ты уже на моем канале. Не, я снимаю прям. Вот сейчас снимаю тебя, вот снимаю в свой летсплей. Если я... А когда ролик? Ну скоро. Какой петливый подписчик. Теперь, дружище, веришь? Кто не смотрел сходку, переходим прямо сейчас на канал Декстер Играет. Смотрим сходку и свидание два в одном. Моя фанатка Саша, которая влюбилась в меня, думала, что у нас будет свидание. А я пранканул ее и позвал на съемку летсплея. Это было очень смешно, ребят. Почти целый час я занимался своими делами и вообще не обращал на нее внимания. У нее с этого знатно подгорело и она обиделась на меня очень жестко. Я уже не могу, ты сидишь, что вообще на меня внимания не обращаешь и не слышишь, что я говорю. Все, короче, я пошла. Убей камеру, уже достал снимать. Короче, еще раз. Промокод Декстер, ссылка на игрушку в описании. Хасл с телефона, а Радмир с компа. 14 сервант, друзья. Залетаем и играем вместе со мной. Создаем нашу мощную тусовочку на Радмире. А теперь смотрим видос дальше. Ну что, Егор, посмотрел? Что ты думаешь насчет этого? Ну, это, честно, очень некрасиво по отношению к девочке, но он что подумал? Я тебя понимаю, Макс, но он типа подумал, насколько я понял, он подумал, что она специально это начала снимать, чтобы на мой канал выставить. Но это же не так. Не так понятное дело, блядь. Я не знаю, Егор, просто как реагировать, просто убить его, блядь. Хочу просто. Такой конченный. Я даже не ожидал от него такого, что он до девочки моей пристать может. Слушай, я бы хотел на самом деле разобраться в этой ситуации, и мы можем этот видос доснять, и я бы с Олегом встретился, с ним бы пообщался. Давай, я с ним тоже пообщаюсь, ёп. Егор, строй нам встречу, я хочу с ним поговорить. Просто, я не знаю, научу его жизни, потому что это вообще просто не дело. Давай я просто сейчас до его Алены пойду, сейчас докопаюсь, потому что, я не знаю, она там такая-то сякает её. За конфликт наш старый, это просто такой долб***изм, я не знаю, как это по-другому. Я просто, Егор, у меня слов других нету, просто. Вот у меня просто, я не знаю, просто горит всё внутри, блядь. Я не знаю, как по-другому реагировать. Да, сейчас был бы на моём месте Андрюха, он его просто бы уже, я не знаю, в рабство куда-нибудь сдал бы. Егор, я пошёл домой, организуй нам встречу, пожалуйста. Я ему раскрываю всю морду, а тебе контент как раз. Окей, Макс, если хочешь такое, чтобы, ну, устроить разборку, я в целом за. Потому что, ну, это касается и меня, так как вы снимаетесь у меня на канале, и я не хотел бы, чтобы у вас была ссора. Я хочу встретиться с Олегом, для начала я с ним пообщаюсь, окей, а потом уже, исходя из этого, в любом случае, я думаю, и он с тобой тоже захочет пообщаться. Ну и пообщаетесь, честно, то есть нормально, один на один. Всё, давай, пожалуйста, Егор, организуй встречу. Давай, Макс, окей, всё, я организую встречу. Так, ну чё, я, если честно, сейчас просто в шоке с такого появления Макса. Мы договариваемся о том, что будем снимать видосы, договариваемся о том, что будем снимать некоторый контент. Но иногда контент получается сам по себе, и иногда ко мне приходят просто ко мне в дом и говорят, Егор, вот ты сейчас пока что здесь, произошёл пи***ц. И я, соответственно, всегда вылетаю на этот пи***ц, с того, что вы знаете, какой у меня контент. Я не могу не принять в чём-то участие. Ребят, и сейчас, посмотрев это видео, я, если честно, не узнал Олега, почему он так сильно обидел девочку. Это понятное дело, вы все знаете то, что я против этого, какая бы девочка ни была, она всё ещё остаётся девочкой. А пацан, нормальный пацан, он остаётся пацаном. Поэтому, ребята, сейчас я хочу созвониться с Олегом и встретиться с ним. Сейчас я ему наберу, если он ещё здесь, я узнал район, я думаю, он ещё здесь находится. Так, короче, ребят, я сейчас позвонил Олегу, он действительно сейчас на районе, и он сейчас подъедет, он сейчас гуляет с ребёнком. И он сейчас ко мне, короче, подъедет пообщаться. Так, там пришёл Олег, сейчас с ним надо пообщаться, уже темнеет, ребят, быстро он подошёл. Здорово, за подгузиками ходил, что ли? Ко мне сейчас Макс подошёл полчаса назад, говорит, хочет тебе сломать лицо, и он прям злой из-за того, что ты её оскорбил, его девушку. Вот, короче, это. Ну, типа, я вот не понимаю, типа, для вас прикол или что, типа, контент какой-то снимаете, вот, ну, типа, с детьми вот так. Брат, я никакой контент не хотел снимать. Блин, я иду спокойно себе, ну, типа, нормально, я уже подгузиками шёл, блять, она идёт, вот, телефон просто, она чуть коляску не перевернула, и ребёнок через коляску не выпал, понимаешь? Прямо настолько жёстко? Она просто вот идёт, вот так вцепляется в телефоне и просто врезается в коляску, ну, это ж ненормально, понимаешь? Она прям сильно врезалась? Я тебе говорю, коляска чуть не перевнулась. Офигеть. он не извинилась она даже не извинилась понимаешь она типа знаешь безюшки кончили 14-летний который начинает сразу что-то доказывать и вот я случайно вот это вот это то это бред его ты просто ее там так нормально оскорбила наш силает на видос посмотри если думаешь то что это ну то есть я поведу с упорил все думаешь то что это специально она это сделала и начала снимать чтобы я выставил на канал контент но я бы такой контент снимать не стал то есть для меня это через шпион тебя выслеживать там посылать какую-то девочку чтобы она чтобы она тебя там ну вот твою коляску еще соседший дурак олег тоже но это выглядит так но это не так вот я сейчас снимаю это да я сейчас начал снимать потому что ко мне пришел макс я всегда снимаю когда макс приходит ну это не так можно я поздороваюсь такой так замок поднять к этому ну и принять педичную керрицу привет мирослава спит 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 обалдеть я не знаю просто но это вообще полный бред чтобы ты понимал я просто ну еле коляску удержался она не придалась от понимаешь что ребенок маленький следу выпал с коляски это вообще у меня выход другого не было она просто взбесила тем более потом понял то что это макса девушка ты понимаешь как я отношусь к максу просто конченый понимаешь типа во первых ты же знаешь то что как и я к нему отношусь мне не нравится как он одевается вот этот прическа кончена вот он говорит то что на бокс ходит вот нормальный пацаны кто на бокс ходит вот слишком вот как у меня как у тебя и не носят вот блинсяга паленая типа вот ну очень жутко и типа я по вспомнил я смотрел ролики твои просто ну типа и вот ну если я разговариваю его вместе про то знакомое лицо вообще с ней общаюсь яблони от яблони далеко не падает типа вот то что он тупой прям как вот об стенку скучаешь то же самое и вот она дура конченая родители же говорят типа учиться надо все такое и надо книжки читать словарный запас свой повышать на высший уровень а не ходить вот так вот с этими недоофниками нефрами конченными всякую хрен делать она сказала то что она снимала для того чтобы тебя нашли пацаны на районе чтобы она показала пацанам и чтобы они тебе разбили лицо такая за что нужно с этой стороны она не права вообще ну давай вот так вот честно вы понимаете по если она как сказала тебе то что покажешь пацанам с района типа если пацаны нормальные они меня поймут я им все объясню что и как а если вот будет как вот этот вот максим нефр конченый ну типа вообще все по-другому будет будем общаться по-другому но это просто бред ну давай своей страны но она же не права меня поставили честно в тупик я не знаю кто прав а кто в этой ситуации виноват то есть ну как будто бы и там и там какой-то какая-то есть ну то есть ты перегнул с оскорблениями она сильно врезалась до сильно то она должна была извиниться и но я понял ты когда придет относится что эти раздражают но это тоже то есть такая история начать как бы я могу смотреть то есть у меня пусть и готов видос я понимаю с хайповый я я это сейчас осознаю я могу организовать встречу он готов свой выйти один на один ты готов ясну ну да готов с ним на один давай все я организовываю вам встречу он про часа вызову из дома прям здесь вот вы сейчас один на один там можно на снегу встаете ей окей давай а я это загружаю готов на только на сначала эту дочку она спится на ко мне дочка а если он тебя за хуячит да не давай завозе что я хочу сказать ребят ну правильно неправильно можете написать комментарии что сейчас происходит я честно считаю что если уж заруба между пацанами двумя случается между одним пацаном нормальным между другим пацаном если пацан себя уважают нужно разбираться и выяснять отношения по крайней мере встретиться и просто побазарить просто обсудить какие-то моменты если дойдет до драки да если прям хочется выскочить один на один решить вопрос решить какой-то момент конечно это нужно делать олег давай сейчас короче я организовываю я ему я напишу чтобы он сейчас вышел правильно давай окей можешь пока тогда разминаться если вот так вот будет понимаешь я норове не всегда как делал если я понимаю что человек короче ну типа ну все он до драки я подойду с одной таки ебану и все ну а там уже дальше что будет там падаем утеремся ну как все ты понимаешь сам вот как раньше вот было все и так далее короче нормально ну хорошо давай все тогда я его зову пошел его звать ребятки скоро вы уже не сможете попасть ко мне в друзья в к поэтому даю вам еще один последний шанс все мои ролики выходят на три дня раньше в моем сообществе в к а также каждое новое видео я добавляю по 10 случайных человек подписчиков из моего сообщества к себе в друзья это ограниченная акция так как дальше я скорее всего доверять же друзья не буду я наберу определенное количество друзей и на этом остановлюсь поэтому подписывайся на сообщество на моё прямо сейчас сейчас его пошел за максом он должен прийти я позвонил алене чтобы она приехала за мир славушка и сейчас он придет и будем разговаривать с ним и алене такси уже вызвал она и максим готов да 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 я его привет марьян чё тебя прям обидел он вообще ужас просто ну пойдемте пойдемте поговорим там может закрывать дверь марьян а скажи мне такую вещь ты ну реально прям пнула коляску он сказал то что я просто типу делать очень просто нечего страшно вспомнился пару ударов таких козырных сейчас козырей зайду вверху не будет и вертых не будет искусил его перестать на вертуху если вы вертуху ставить я вам это не прошу ну давай вон там где побольше места сделаешь все готово давай ну давай еще ты знаешь сейчас был похож на николая соболе вон так же сделаем это просто мой полетать чугур пенел давай давай здесь поставишь зайдешь началось то я забыли же вроде прошлое что ты за своей девушкой следишь вообще слезу а чё ты обзываешь ты видишь какую на фигню твою егор вот она видосик пока ты видосик не видел видел я видосик анну и чего ее обзывал вообще что ты видишь она сделала придурок она просто шла и случайно за колес коляску чуть не перевернула ну а даже просто извинилась она не извинилась нет потому что надо видеть когда идешь а девочку нормально обзывать по твоему и 14 лет тебя и что это что от этого имеет значение что и 14 не извиняться если она есть дура и дуры вообще херел или чай как ты назвал дуры кончено пойдем пойдем давай его туда вещи положить вот туда можно положить давайте там оставьте оставляю там вот можешь на ступеньках поставить его час это алена приедет можешь коляску вывести и пожалуйста давай сразу туда тогда ее коляску да вывези пожалуйста ну чё вот так вот они решили разобраться раз на раз и уже во время съемки я понимал друзья что это будет в моем телеграм-канале жесткая кровавая но честная драка максима и олега а потом приехала алена и начался полный хаос алена напала на марьяну марьяна достала газовый баллон я думаю не стоит объяснять какой трэш начал дальше происходить все это вы увидите по первой ссылке в описании в моем телеграм-канале ты чё ты чё ты чё за все смотрели они же нормально один на один выскочили а а Субтитры создавал DimaTorzok